В 2003 году, закончив службу в рядах морской пехоты США, я решил отправиться в небольшое дорожное путешествие. Стартовав с базы в Сан-Диего, я отправился на север. Я остановился в Тауссен-Тоукс, чтобы повидаться с сестрой, в Камарилу с братом, а в Охай с отцом. Затем заехал в Монтерей, а потом в Сан-Франциско, чтобы повидаться с друзьями из колледжа. Я продолжил путь до Сиэтла и Ванкувера, затем заехал в Ватаву, Монреаль и Квебек-Сити. В этот момент меня потянуло в Новую Шотландию, и я доехал до Ярмута. Затем я стал пробираться по восточному побережью США, и в итоге доехал до Ки-Уэст. Остановился в Наварро, повидался с дедом, заскочил в Новый Орлеан на время урагана, а потом по одинокому шоссе номер 10 до самого Эль-Пассо. Оттуда в Денвер, потом в Альбукерке, затем к маме в Риосу, штат Нью-Мехико. Следующей остановкой был Феникс, штат Аризона. Моя сестра училась там в университете. И после двух месяцев пути я наконец-то вернулся в Сан-Диего. Господа, скажу как есть, жить на байке весело, но и тяжело. А все потому, что вы открыты всем стихиям. Я начал поездку в сентябре и сначала проехал северную часть, но к моменту возвращения домой в ноябре по ночам становилось прохладно. Это я к тому, что правильная экипировка имеет большое значение. В частности, давайте поговорим о ботинках. Если вы собираетесь отправиться в путешествие на мотоцикле длиной 5000 километров, то вам нужна хорошая пара ботинок. Вообще, мотообувь бывает разных стилей, но вам нужно что-то практичное, что защитит ваши ноги от гравия, песка, осколков, что лежат на дороге. А если вы упадете, вам желательно иметь обувь с дополнительной защитой. Как минимум, она должна быть изготовлена из материала, устойчивого к истиранию. Кожа – это один из наиболее частых вариантов. Кроме того, нужно убедиться, что ботинки закрывают лодыжки. Вокруг лодыжек также должна быть прокладка. Голенище должно быть достаточно высоким. Кроме того, нужно обеспечить защиту пальцев ног. Мне также нравится, когда задняя часть ботинка прочная, ведь вы будете часто о нее опираться. Любой мотоциклист знает, что важно иметь хорошее сцепление с дорогой, ведь можно легко поскользнуться, поставив ноги на масло и что-то подобное, и опрокинуть мотоцикл. Следующий стиль ботинок, о которых я расскажу, – это челси. По моему мнению, это один из самых универсальных типов ботинок, и они чертовски удобны. Но что интересно, изначально они были женской обувью. Я считаю, что их можно носить чем угодно, особенно если они черные. У них изящный силуэт, аккуратный и продуманный. Мысок не очень высокий. Желательно, чтобы у них была подошва. В таких ботинках используется смесь кожи и резины, что мне нравится. Ведь в этом случае вы получаете плюсы и того, и другого. Но есть и более повседневные варианты челси. Опять же, это отлично помогает для сцепления с поверхностью. Это отличные повседневные ботинки, легко надеть, легко снять. Но нарядными я бы их не назвал, да и цвет не очень подходящий. Многие считают, что черные ботинки более торжественны. Это не всегда так, я объясню. Потому что есть разница в материалах, да и некоторые темные цвета можно носить с костюмом. Можно носить такие с костюмом. Да, но я думаю, что они больше подойдут к повседневным брюкам, серой рубашке и спортивной куртке. Еще одной ключевой характеристикой челси является резинка, которая позволяет легко снимать и надевать ботинки. Но и держатся они при этом крепко. А как насчет вот такого стиля ботинок? Многие принимают их за сапоги для верховой езды, но на самом деле это инженерные ботинки. Этот стиль ботинок был создан в 1930-х годах для пожарных, работающих на локомотивах. После Второй мировой войны они стали популярны среди мотоциклетных банты в молодежной бунтарской культуре. Их считали ботинками, которые носят настоящие мужики. Изначально они были полностью черными, но сегодня их можно встретить на модных показах в самых разных цветах и стилях. А как насчет ботинок в стиле вестерн? Как их носить? С чем их носить? Вестерны, также известные как ковбойские сапоги, стали популярны в Северной Америке около 170 лет назад. До того, как в Техасе начали перегонять крупный рогатый скот, все носили сапоги Веллингтон и им подобное. Но именно перегон скота и количество денег, которые ковбой зарабатывали на нем, стали причиной возникновения и популярности этого стиля ботинок. Из-за такой специфики, а также из-за того, что они немного вычурны, многие парни боятся вписать ковбойские сапоги в свой гардероб. На мой взгляд, это очень плохо. Они невероятно удобны, и если вы уверены в себе, то они подойдут для повседневной носки. И, кстати, голенище легко можно закрыть штанинами и джинс. Парни, попробуйте ботинки вестерн. Я считаю, что это очень простой способ добавить стиля в мужской гардероб. В любом случае, для начала можете попробовать ботинки роупер. У них более короткое голенище и не такой выраженный каблук. Вообще, они немного более сдержанные. И опять же, при правильно подобранных джинсах большинство ничего не заметит, а вы заметите, потому что будете выше, будете увереннее в себе. Теперь к вопросу о том, подойдут ли они при езде на мотоцикле. Я бы не стал рекомендовать их в основном из-за подошвы. Именно у этих ботинок резиновая подошва. Напомню, что вам нужна подошва с сильным сцеплением. Но ботинок типа вестерн, как правило, кожаная подошва, и вы будете скользить с ней повсюду. Но если вы танцуете степ, любите скользить по полу, то это выбор для вас. Следующий стиль на первый взгляд похож на ботинки Челси, но высотой по щиколотку и более повседневной. Это понятно по двум-трем дырочкам для шнурков и истории возникновения. Ботинки, о которых мы говорим, появились гораздо позже, после Второй мировой войны. И сначала назывались пустынными. Сейчас мы называем их чукка. У них маленькие отверстия для шнурков, и они более легкие. Чукка обеспечивают небольшую поддержку лодыжки, а история их такова. Во время Второй мировой войны несколько британских офицеров пошли к сапожнику в окрестностях Каиры и сказали, нам нужны сапоги удобные и не жаркие для пустыни. Но в наши дни эти ботинки носят не только в пустыне. Ботинки Чукка можно встретить в повседневном гардеробе практически каждого стильно одетого мужчины, ведь их можно сочетать с джинсами, с брюками чинос. Это очень хороший летний вариант обуви, и у них полно разновидностей. Мне очень нравится этот, синяя замша, мне кажется, здесь очень к месту. Опять же, они не боятся влаги. Замша относительно грубая. Можно выбрать классический песочный цвет или другие варианты. Встречаются также разные виды подошвы. Но в целом одной из главных особенностей этих ботинок является то, что они не очень плотные. Это очень легкие ботинки, поэтому считаются повседневными. К костюму они не подойдут. Однако, если вам нужно что-то удобное, то этот вариант отлично впишется в ваш гардероб. Раз уж мы заговорили о повседневной обуви, то перейдем к макосинам. Это один из наиболее ярких стилей, о которых я расскажу. Это видно по У-образной форме носка, которая вдохновлена одеждой коренных американцев. У этих ботинок наиболее просторная носочная зона. Поэтому они нравятся тем, кому приходится быть на ногах по 16 часов в день, трудясь на тяжелой работе. В этом случае это самые удобные ботинки. Они представлены во множестве цветов, материалов, с контрастными подошвами. Главное поймите, что это повседневные ботинки. Это ботинки для удобства. Они тяжелее, чем чукка, но в них более надежная поддержка голени. А зачастую они изготавливаются даже из более прочных и тяжелых материалов. Однако это не то, что можно носить с костюмом. А как насчет ботинок на шнуровке, также известных как дерби? В этой категории широкий спектр ботинок. От парадных до более повседневных рабочих. Кстати, есть определенные характеристики, по которым можно определить, можно ли носить те или иные ботинки с костюмом. Или же они подходят к чему-то более повседневному. Во-первых, я обращаю внимание на соединение верхней части с нижней. Однородно ли оно? Есть ли контрастная строчка? Соединяется ли верхняя часть с подошвой и не слишком ли это высока? Нет ничего плохого в высокой подошве, но это более повседневный стиль. И еще взгляните на шнуровку. Здесь шнуровка больше похожа на шнуровку парадных туфель, что вполне логично, ведь эти ботинки в целом больше похожи на парадные. Парадные ботинки в целом также из более тонкой кожи. Одна из причин – они не предназначены для тепла. Они созданы для показа. То есть функционал у них, конечно, есть, но они больше предназначены для того, чтобы красоваться, получать комплименты и носить их с костюмом. Они не предназначены для того, чтобы ходить в них по улице, работать целый день. И они не защищают от внешних воздействий. Для такого больше подойдут такие ботинки. Они более прочные. Прикоснувшись к язычку, я уже вижу, что он толще. В нем больше амортизации. Внутри ботинок будет подкладка. А еще у них есть хлястик сзади, который позволяет снимать и надевать их. У парадных ботинок его, как правило, нет. Здесь же мы видим и подошву более тяжелую, чтобы надежнее сцепляться с поверхностью. Некоторые путаются, когда выбирают ботинки. А они подойдут для костюма? Или это более повседневные ботинки? Отмечу, что многие стили промежуточные. Нет такого, знаете, регулятора, который бы говорил, вы должны выглядеть так-то и так-то, если вы надели парадные ботинки. В этом случае я бы, возможно, заменил шнурки и придал им более нарядный вид. Сейчас здесь плоские шнурки, но круглые шнурки придали бы им более нарядный вид. Но в этом случае все определяют эти металлические крючки. Если вы видите нечто подобное, застежки или крючки, как здесь, в верхней части, то перед вами более повседневный вариант. Но цвет, он черный. Я уже говорил о том, что черный самый строгий из цветов. Можно выбрать бордовый или темно-коричневый цвет, который также будет выглядеть парадно. Есть множество подобных ботинок, но эти лучше носить с джинсами. С костюмом или пиджаком не стоит. Можно надеть со спортивной курткой, но не со спортивными брюками. Но если вы выбираете универсальные ботинки, я бы присмотрелся к Челси, либо к Дерби. Желательно темного цвета, которые будут соответствовать всем критериям, о которых мы говорили. Еще одна маленькая деталь, которая может сделать ботинок немного менее строгим, наличие мыска на носке. Материал матовый, то есть не блестит. Он имеет небольшую текстуру. Это делает ботинки более повседневными, чем однотонные черные ботинки без мыска. Как правило, эти ботинки, как мы видим, они без мыска и в верхней части нет застежек. Такой вариант будет немного наряднее. Как я уже говорил, существует большое разнообразие ботинок на шнуровке. В частности, армейские. Они бывают разных видов, разных стилей. Это так называемые ботинки парашютистов. У них более высокое голенище, обеспечивающее большую поддержку. Те, кто прыгал хоть раз самолета, знают, каково это. Пишите в комментариях, если прыгали. Поддержка нужна, так как парашюты не очень большие, и с ними вы планируете вниз очень быстро. При приземлении легко сломать лодыжку или что-либо еще. Так что они предназначены для защиты. С таким расчетами создавались эти ботинки? Изначально все прыгали в обычных ботинках, но со временем обувь сделали более защищенной. Сейчас это можно увидеть и на гражданских вариантах. Также на них есть система скоростной шнуровки. Она позволяет быстрее затягивать шнурки, их легко снимать и надевать. Еще одни ботинки на шнуровке – хайкеры. Они бывают с разными подошвами, но в основном они прочные, с хорошим сцеплением, подходящие для походов. А также обратите внимание на шнурки. Это не обычные шнурки с дырочками. Зачастую это система скоростной шнуровки или люверсы на внешней стороне, что опять же очень облегчает процесс и в целом делает ботинки более удобными. И, конечно, не стоит забывать о специальных ботинках для верховой езды. От сапог со шлейкой до сапог джотпур. Эта модель предназначена для игроков в конное поло. Идея в том, чтобы удержать вас в седле, но если вы упадете с лошади, она не будет точить вас за собой. Итак, господа, а теперь решающий момент. Какие два стиля я рекомендую каждому? Некоторые скажут, что я играю на два фронта, но я скажу так. Два стиля, которые вы заносите до дыр. Господа, у меня такой подход. Самые дорогие вещи, которые ты покупаешь, ты носишь наименее редко. Поэтому покупайте то, что будете носить до бесконечности. Я на эту зиму и осень выбрал вот эти сапоги для верховой езды. А еще я выбрал пару челси. Мне нравится замша, я хочу изменить стиль. Вот эта пара в песочном цвете мне очень нравится. Ребята, напишите мне в комментариях ниже, какие две пары вы будете носить. Это и осенью, зимой или весной. Напишите в комментариях, какая у вас любимая пара ботинок. Итак, какое видео посмотреть еще? Давайте обсудим, почему ботинки делают мужчин чертовски сексуальными. Серьезно, посмотрите это видео, если хотите получить научное обоснование того, почему женщины любят мужчин в ботинках, и почему мужчины уважают тех, кто их носит. Это отличное видео, мне понравилось его делать.